Дмитрий Александрович, Дмитрий Александрович, Дмитрий Печенкин Мы уже с Володей начали говорить о том, что мэрия объявила о том, что будет открыт городской пляж, или он уже открыт. Только мы с Володей так до сих пор не сошлись во мнении, что именно можно отнести городскому пляжу, какой именно участок, потому что по прошлым годам я помню, что был арендованный участок у Читаника, и там был арендатор, и он за ним ухаживал, и это как-то отдельно значилось не как городской пляж, а вот место, которое приближено к Старому мосту, вот это считалось городской. И там муниципалитет отвечал за его открытие. И вправду, я была позавчера на пляже у Титаника, и вот там бродила по песочку, там, Володь, широкая очень полосая песка. Я удивился, где песок при такой большой воде. Там люди играли в волейбол, пляжные загорали, там вполне себе уже много очень места, а вот участок, который считался муниципальным пляжем, он, да, он действительно заросший и травой, и подтопленный, но он всегда таким был, там небольшая часть полоска берега оголялась. Вот непонятно, как сейчас обстоят дела вот с этими двумя участками, что считать муниципальным пляжем, что не считать муниципальным пляжем, и что у нас уже открыто, или что откроется в ближайшее время. С этого начнем, а дальше пройдемся по другим местам отдыха горожан. У нас к этой рубрике, к этой теме есть опрос на сайте ВКонтакте, в нашей группе ВКонтакте Эхо Кирова. Городской пляж у Старого моста как место отдыха вам интересно или не интересно? Я могу, вот я сейчас буквально тоже буду голосовать, буду говорить, что интересно, потому что, ну, вот по тому, как появляются люди на пляже, ты можешь понять, есть ли это в Кирове или его нет. Голосуйте, заходите, а мы сейчас к Дмитрию Печенкину обращаемся. Расскажите нам о ситуации с городским пляжем. Ну, традиционно, значит, у нас в текущем году планируется открытие городского пляжа. Сразу вот отвечу, наверное, на те вопросы, которые сейчас прозвучали. На той неделе было ездано постановление администрации города, оно тоже традиционно издается. Оно касаемо именно той территории, которая находится ближе к Старому мосту. Вот тот муниципальный пляж, который является бесплатным и доступным для всех граждан. Значит, в этом постановлении был обозначен порядок мер, которые можно назвать подготовительными. И был установлен период с 16 июня по 6 августа. То есть с 16 июня мы начали подготовительную работу. Ну, сразу обозначу, какие мероприятия связаны с этим. Это целый комплекс мер. Во-первых, по обработке прилегающей территории, той территории, которая у нас сейчас имеется в доступе от клещей. Уже проведен первый подготовительный этап, планируется второй. Также после схода паводковых вод у нас началась расчистка той территории, которая вышла из поверхностных вод по уборке мусора. Потому что, как правило, после паводка у нас наносят на эту территорию, учитывая, что там есть и кустарники, и бревна. Ну, любой мусор, который течет сверх по течению. На сегодняшний день проведены также подготовительные работы по заключению всех необходимых договоров. Это на медицинское обслуживание, на биотуалеты, на содержание территории пляжа. Подготовлено все оборудование для установки. Это пляжные кабинки, кабинки для переодевания, душевые кабинки и так называемые грибки. Единственное, что нам сейчас не позволяет полностью открыть пляж, это тот уровень воды, который на сегодняшний день находится как раз на этой территории. Ну, в связи с обильными осадками. В связи с обильными осадками, которые у нас на протяжении последнего месяца практически были каждый день. Ну, и с учетом того повадка, который был. А что нам говорят, что нам прогнозируют специалисты, уровень воды будет снижаться? В прошлом году он держался долго высоким. В прошлом году нам так, исходя из опыта, не получилось открыть пляж, хотя мы, в принципе, были готовы. Но, опять же, и погодные условия нам это не позволили официально сделать. Хотя были определенные граждане, кто... Несмотря ни на что. Несмотря ни на что, осуществлял отдых на данной территории. А в этом году что нам обещают? По прогнозам, которые имеются, у нас погода, опять же, на одном уровне не находится. Где-то похолодание, где-то потепление, где-то дожди, осадки. Но мы планируем, что вот мониторим в последнее время, последние дни. Не наблюдаем повышения уровня воды в Вятке. Соответственно, у нас есть такая... Надежда. Уверенность, надежда. Уверенность или надежда? Уверенность, надежда, что в течение недели-двух нам, по крайней мере, уровень воды позволит открыть ту часть пляжа, которая используется традиционно жителями. Потому что на сегодняшний день, да, мы видим, что есть, грубо говоря, какой-то там зеленый островок, который пляжем трудно назвать. Но, тем не менее, тот пляж, песочный пляж, который у нас имеется, на сегодняшний день затоплен. Соответственно, говорить об открытии официально пляжа мы на сегодняшний день не можем. Но в любом случае, еще раз повторюсь, мы дату открытия пока в постановлении не обозначаем. Там есть ссылка, что это с учетом климатических условий. Но в любом случае, мы всю подготовительную работу на сегодняшний день в течение этой недели должны закончить. Чтобы вот осталось только выставить то пляжное оборудование, которое уже подготовлено. Ну и, в принципе, комиссионно, с учетом, особо обращу внимание, с учетом заключения Роспотребнадзора о возможности купания. Да, это очень важный момент. Городская администрация готовит эти все подготовительные мероприятия, проводит. Но пригодна или непригодна вода для купания, это все-таки, уважаемые господа и дома, Роспотребнадзор. Ежегодно мы комиссию собираем по открытию пляжа. Это не только решение одной администрации города, потому что от администрации, наверное, больше зависит здесь содержание и благоустройство пляжа. А цель пляжа в любом случае, наверное, это купание, в том числе и состав и качество той воды, которая имеется в районе городского пляжа. Она, в первую очередь, проверяется и сотрудниками Роспотребнадзора, и им принимается уже решение о возможности купания в этих водах. А как это происходит? Вот сначала город выставляет все эти кабинки, грибки и так далее, а потом Роспотребнадзор берет пробы и открывает или нет? Это все параллельно идет. У Роспотребнадзора тоже есть свой график, насколько я помню, с определенной периодичностью заборы воды проводятся. Давайте еще раз обозначим, на следующей неделе планируется или на этой неделе планируется? На этой неделе мы планируем завершить всю подготовку, соответственно, дорасчислить всю территорию, которая освобождается от воды. На сегодняшний день готово все оборудование, чтобы его установить. Но, опять же, еще там есть одна особенность. У нас между территорией пляжа и, так сказать, Слободой-Дымково есть еще один водный объект, небольшая речка, через которую, как правило, у нас всегда устанавливался такой небольшой мостик, чтобы граждане могли идти не прямо там через воду, а переходить ее. А там воды много пока, да? А там на сегодняшний день, опять же, она, грубо говоря, в разливе. Сколько метров? Установить этот мостик пока мы, по объективным причинам, не можем. Точно сейчас не назовусь. Там приличный, по-моему, со старого моста видно, что расстояние трех-четырех этих мостиков. А, трех-четырех таких мостиков. Каждый год одна и та же сумма закладывается на городской пляж, муниципальный пляж. И сколько она составляет? Ну, на протяжении последних трех лет у нас уровень финансирования практически на одном и том же составляет. Вместе это порядка 200 тысяч рублей. Каждый год город тратит на муниципальный пляж 200 тысяч рублей. Туда входит все оборудование и работа каких-то людей, которые следят за пляжем. Да, это плюсом заключения договоров. И вот как раз занимается у нас обслуживанием этого пляжа дирекция зеленого хозяйства. У них находится эта территория подведомственная. Но сюда плюсом привлекаются вот для расчистки дна, например, для обследования дна. Мы привлекаем и наше управление гражданской защиты, службу ГИМС, в том числе, МЧС. То есть, ну, тут не только идет речь чисто вот эти 200 тысяч на финансирование. То есть, мы плюсом еще какие-то источники, либо силы и средства привлекаем для содержания, либо обслуживания. А водолазы уже работают? Работали? Вчера уже работали. Дно чистится? Дно чистится, потому что, опять же, повторюсь, после паводка очень много различных наносов. Ну, это и бревна какие-то, возможно, иные объекты. Ну, в любом случае, дно требует обследования после каждого паводка. И это все еще нужно вывести, да? Не просто так на берегу складировать. Прервим сейчас буквально на полминуты. Продолжим разговор с Дмитрием Печенкиным, заместителем начальника департамента городского хозяйства администрации Кирова. На сайте нашей группы ВКонтакте есть опрос «Городской пляж у Старого моста» как место отдыха. Вам интересен или нет? Напоминаю, что у нас в гостях Дмитрий Печенкин, заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации города Кирова. И мы сегодня говорим об устройстве городского пляжа и других мест для летнего отдыха кировчан. И также напоминаем, что сейчас мы не принимаем ваши звонки, а запись программы вы сможете сегодня вечером переслушать на сайте ehockerova.ru. И надо нам сообщить, безусловно, что у нас новинка на сайте ehockerova.ru. Мы теперь расшифровываем программу «Особое мнение». И вот вчерашняя премьера в «Особом мнении» Федора Сураева, который возглавляет фракцию ОЗС в нашем областном законодательном собрании, есть уже на сайте ehockerova.ru. Такая расшифровка – это текст программы. Это текст программы. То есть для тех, кто любит не послушать и посмотреть, а эти функции доступны. То есть если вот кликните на иконку, картинку с Федором Сураевым, вы увидите и аудиозапись, и видеозапись. А те, кто любит почитать, могут почитать. А коллеги наши с удовольствием пользуются этим для цитирования в различного рода новостях. Вот и вам, слушатели, теперь тексты программы «Особое мнение» доступны. И все дневные развороты, урбанный и разворотный бизнес выкладываются в конце дня на сайте ehockerova.ru. Но, видимо, все понятно более-менее с городским пляжем. Нет, у меня есть вопросы, я уже поняла, что можно говорить об этом бесконечно. Дмитрий Александрович, вот вопрос у меня следующий. 200 тысяч тратится каждый год на муниципальный пляж. Плюс подтягиваются средства партнеров, которые обеспечивают безопасность на этом пляже. Про безопасность я все-таки хотела у вас узнать. Как только открывается пляж, как только администрация объявляет, что пляж открыт, это значит, что Роспотребнадзор воду проверил, а вода безопасна. А не каждый раз она у нас безопасна. Это значит, что зеленое хозяйство все расчистило, обработало от ключей, установило кабинки для переодевания душевые и так далее. Это значит, что водолазы расчистили дно. Это значит, что дежурит скорая помощь. Медицинский работник. Что это значит? Кто находится на муниципальном пляже, вообще, как только он открывается? Значит, у нас для обеспечения безопасности, в том числе, либо для оказания каких-то медицинских услуг, при входе на территорию пляжа установлен, так сказать, нестационарный объект, кабинка. Там, во-первых, располагаться будет медицинский работник для оказания. В случае необходимости какой-либо помощи будет. С оскарки до оскарки он дежурит. На период работы пляжа, сейчас точное время пока не определено, но информационный стенд перед открытием пляжа будет установлен. Соответственно, будет установлено время работы пляжа. Точные часы работы мы определим на сегодняшний день. Я пока не готов сказать именно, до которого часа работает. И плюсом будет организован спасательный пост. Если время установлено, положено, например, с 8 до 8, после 8 пляж закрывается или туда приходят все равно люди? Я сейчас вижу, что там происходит, там жгут костры на том пятачке, который открыт. Там бутылки валяются, мусор всякий. Уборка пляжа происходит у нас ежедневно, но, как правило, она осуществляется в утренние часы. И в том числе и сейчас очень много мусора привлекает не только сам пляж, и сама прилегающая территория. Значит, пляж у нас, как правило, он не имеет ограждения. То есть устанавливаются часы работы, в период которых дежурят, в том числе и спасатели, и в том числе медицинский работник. Соответственно, после окончания работы пляжа доступ на пляж не закрывается. Как граждане себя ведут после? Граждане, которые будут в это время находиться, единственное, наверное, хотелось к ним обратиться, чтобы соблюдали меры осторожности и безопасности на водном объекте. Это, наверное, в первую очередь, что касаемо городского пляжа. А мусор? Да, кстати, забыли упомянуть. Мусор, конечно же. Места для сбора мусора. Места для сбора мусора на территории пляжа, я об этом, правда, не сказал. Будут установлены, грубо говоря, контейнеры, куда необходимо в том числе складывать те отходы, которые будут образовываться. Сильно мусор на горожане? Ответственно себе? Ну, как и везде. Бутылки, окурки, стекло. Как правило, упаковка, бутылки, окурки, какие-то иные предметы. И вот хотелось бы все-таки про Титаник поговорить. Какова судьба этого большого пляжа, на котором сейчас уже активно горожане отдыхают? На сегодняшний день, значит, территория, расположенная в районе Титаника, это так позиционируется как платный городской пляж. Там доступ, во-первых, ограничен, осуществляется только за определенную плату. На сегодняшний день, по нашей информации, данный пляж уже приступил к своей деятельности. Там установлено, насколько мы знаем, и оборудование. Ну, те же самые, там, зонтики, что-то еще. В принципе, этот пляж, он буквально несколько дней уже, по нашей информации, функционирует. Пляж предоставлен на сегодняшний день под договором аренды. Они действующие на сегодняшний день, они не расторгнуты. Арендатор тот же самый, что ли? На протяжении последнего времени пока не меняется. Договоры, они действующие. Так что на сегодняшний день, можно сказать, что в 2018 году данный пляж будет функционировать. Планы по изменению политики в отношении этого участка есть какие-то? На сегодняшний день мы, наверное, пока видим его деятельность в том, тех объемов, которые он осуществлял и до этого. В продолжении существования в такой формате. Павел, посмотри, пожалуйста, на итоги голосования. Смотрю, смотрю. Просто обидеть Дмитрия Александровича не хочется. Неинтересен, говорят у нас большинство. Там его нет сейчас пока, этого городского пляжа. Да, 80% считают, что делать там особенно и нечего на этом городском пляже. Ну, часто там действительно мало занятий каких можно найти, потому что воды еще много. Ну, погода, погода, конечно, говорит о том, что вода будет убывать. Последняя история про пляж у Титаника. Сколько арендатор платит в год за аренду этого участка в Казму нашу? Ну, к сожалению, сейчас у меня такой информации нет. Это, видимо, к департаменту муниципальной собственности, наверное, нет. Хотелось бы понять. Мне кажется, побольше. Побольше. То есть мы покрываем расходы на содержание муниципального все-таки пляжа. Там территория, насколько мне известно, она на порядок больше. То есть мы все-таки как минимум покрываем расходы на муниципальный пляж арендой. Нет, не обязательно, ведь эти же доходы могут идти на городской. Давайте, наверное, я возьму вопрос для уточнения, для сравнения, сколько мы затрачиваем на территорию муниципального пляжа и сколько мы получаем средств, в том числе от аренды вот той территории, которая на коммерческой основе. В общем, такая информация на подумать, а может быть действительно вот эту территорию, чтобы муниципалитет как-то вкладывался, да, и потом отбить, попросту говоря. Потому что, ты знаешь, я пока вижу, что лодочная станция неоткрыта, например, которая каждый год функционировала, да, вот в этом лимане большом, хотя им хочется уже на лодочках покататься. Кстати, почему неоткрыта? Это вот место для отдыха горожан тоже летнего. Не заявлялся никто? Пока нет. Не заявлялся никто? Я пока там никого не видела, ни лодок, ни того, чтобы кто-то там был, потому что в прошлые годы была аренда лодок и катамаранов, и можно было на лодках покататься. Интересно. Так, у нас пять минут еще есть. Давайте поговорим и о других местах отдыха, да. По водным еще местам пройдемся. Просто на территории нашего города, как известно, ни один городской пляж на Вятске у Старого моста. Что с остальными точками такого рода? Дороничи мы знаем, да? На сегодняшний день не знаю. Да. Стрижи. Или Стрижи, это уже Вореческий район. Это уже Вореческий район, простите, да. Официальное место на сегодняшний день санкционировано. Это вот как раз только два пляжа, которые в районе Старого моста и в районе Титаника. Все остальные объекты, которые у нас имеются, вот вы затронули пруд в Дороничах. Информация, которая у нас имеется на вчерашний день, Роспотребнадзор провел пробы, как раз вот в том числе и в этом объекте. Но на сегодняшний день там не рекомендуется купаться из-за состояния воды, которая есть. Но пруд, который у нас находится в Дороничах, он, так скажем, официально не санкционирован для купания. Там не обустраивается место. Но это как водный объект. Опять же, граждане вправе при соблюдении требований безопасности его использовать для купания. Но, опять же, повторюсь, что качество воды на сегодняшний день не позволяет купаться без, так сказать, каких-то... В общем, на свой страх и риск. Ну да, купающиеся. Так и у Титаника, кстати. Для здоровья. Судя по всему, Роспотребнадзор... А там купаются? Дети макаются прямо в одежде. Но если не открыто, не взятые пробы у городского пляжа, очевидно, что и у Титаника тоже их нет. Купаться пока нельзя, только загорать можем. Так. И на этом все? Собственно. А вот на момент. Других объектов у нас санкционированных на сегодняшний день нет. И мы стараемся... Вот те объекты, которые существуют, например, в районе Нового моста, есть карьеры. Если мы едем в сторону деревни Гнусино, по левую сторону. Ну, несколько лет назад там был обустроен санкционированное место отдыха, обустроен пляж. Там был даже действующий арендатор. Насколько я помню, на сегодняшний день, во-первых, на эту территорию никто не заявляется. На ее содержание она у нас официально исключена. Вот из перечня тех мест, где обустраиваются эти территории. И мы стараемся, как правило, такие места обозначать какими-то информационными стендами, что в данном месте купание, как правило, запрещается. Потому что, опять же, возьмем эти карьеры, они на сегодняшний день тоже не соответствуют месту для купания официальному. То есть администрация в данном случае здесь попросту не обеспечивает те требования, которые предъявляются к местам для купания. Ту же самую безопасность, то же самое состояние дна, которое необходимо обследовать. А вот все эти карьеры, они, как правило, тоже после и зимнего периода, и весеннего, они являются сопротивлением в том числе и каких-то несанкционированных свалок, отходов и всего прочего. Это не является официальным местом для купания. — Ты еще такой вопрос, если уж отходить сугубо от водных объектов. Вообще, Дмитрий Александрович, в администрацию поступают предложения от жителей города по поводу какого-то совершенства летнего отдыха, по появлению каких-то новшеств, внедрения инноваций, не знаю. Мы знаем, что в последнее время питьевые фонтаны, фонтанчики у нас устанавливаются, в парках, скверах. А вот сами люди что-то просят, есть какой-то запрос? — На сегодняшний день такого... — Просто у нас каждое лето, в принципе, набор приблизительно одинаков. Он вот этих пляж открывается, киоски с мороженым ставятся, с квасом и так далее. — Одно время были несколько обращений по установке на территории пляжа каких-то вот таких водных аттракционов. Вот как, например, там какой-то стоит у нас небольшой аттракцион на платном пляже. — Памятник аттракционов, я бы сказала. — Да, так сказать, да. Вот только в этом плане, чтобы развивать существующую инфраструктуру по каким-то новым, я бы сказал, нововведениям. Ну, пока такого запроса, либо обращений в администрацию, честно говоря, не поступало. — В общем, люди у нас, по большому счету, такие консерваторы. Лето, если хорошая погода, это дача. А на даче можно свой бассейник соорудить или прикупить его. — Мечта, конечно, есть. Мечта есть. Я была когда на пляже и смотрела на отсутствующую лодочную станцию. Я подумала, какой красивый здесь мог бы большой стеклянный аквапарк возникнуть. Такой, представляешь, круглогодичный. — Ну, купол всегда у аквапарков, они стеклянные такие, да. Большой аквапарк. И дальше мечта, конечно, и мысль идёт о развитии заречной части нашей территории, до заречной парки. — И канатная дорога. — Но это уже тема для программы «Урбан». Мы доберёмся до этой части, и, может быть, когда-нибудь придёт и инвестор, который построит нам большой аквапарк круглогодичный, потому что, конечно, мы нуждаемся в этом, чтобы круглый год было место, где можно было бы купаться, отдыхать. И масштабное что-то такое, но город Киров вдруг да и потянет когда-нибудь эту историю. — Да, спасибо, Дмитрий Печёнкин, заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации Кирова. И раз уж мы говорили именно об отдыхе на воде, а погода, собственно, будет соблаговолить этим занятиям в ближайшее время, всё-таки ещё раз хочется напомнить о мерах безопасности и предосторожности на водных объектах. — Пожалуйста, соблюдайте. — Да, я напоминаю затем о том, что нужно обязательно увозить за собой мусор. — Пожалуйста, расчищайте всю площадку за собой, убирайте битое стекло, убирайте мусор. Сами-то делайте, детей своих учите. И я надеюсь, что в этом году всё-таки все берега всех речек у нас будут выглядеть приличнее. Из года в год я вижу, что прогресс есть, но недостаточный всё-таки ещё. Всё, прерываемся на рекламу. — Спасибо, спасибо. — И далее нас ждёт рубрика «Говорит Киров». «Говорит Киров» новая рубрика в нашем эфире, где мы будем затрагивать различные сферы городской жизни, культура, спорт, образование, благоустройство, социальная сфера и так далее. По большому счёту себе объясняю появление этой рубрики как ответ на вопрос многочисленных скептиков о том, что в городе нашем скучно, ничего не происходит, сходить некуда, посмотреть не на что и не на кого и так далее. Вот мы будем опровергать. И сегодня мы будем говорить о проекте под названием «Детям можно всё». Это совместный проект городского управления культурой и детской филармонии. И мы приветствуем в нашей студии директора детской филармонии Эльвиру Магасимьяному. Добрый день. — Добрый. — И Жанна Колмогорова. Добрый день и вам. Жанна — это автор непосредственно проекта, композитор, сценарист. В общем, вся творческая часть работы в этом проекте, она как раз-таки на вас. И вот у нас есть 12 минут для того, чтобы подробно осветить эту тему. Ну, большая часть работы уже позади, насколько я понимаю. Кастинг проведён для участия в этом проекте. Сейчас идёт активная работа, мастер-классы. Ну, рассказывайте, делитесь, пожалуйста, с нами. — Ну да, мы в мае... — Эльвира, да, Магасимьянова. — В мае мы запустили этот проект, отсмотрели более 200 претендентов и выбрали на сегодняшний момент 52 участника. — Какого возраста, ребята? Не нашёл эту информацию? — Да, от 7 до 12 лет, которые кто-то умеет петь, кто-то танцевать, кто-то играет на музыкальных инструментах. Они все очень разноплановые. Вчера мы первый раз их всех увидели. Они действительно необычные, очень талантливые дети, из которых нам нужно сделать такую хорошую, сплочённую команду, чтобы показать этот мюзикл. — Давайте сразу поговорим о завершении, тогда к чему всё идёт, Жанна. Что и что это будет? Когда? Где смогут горожане увидеть это всё? — Да, предстоит очень большая работа, она очень интересная. И действительно, вчера мы попробовали уже на вкус, как это будет. Дети великолепны, мне очень понравилось то, что у них горят глаза. И для меня это очень важно, потому как материал музыкальный будет сложный. Это я сразу же говорю, потому как песни разного жанра, с разным диапазоном. И задача вот этих маленьких артистов, наверное, не только спеть, но ещё и сыграть. И им придётся учиться танцевать и красиво говорить, потому как есть диалоги, интересные такие сцены. И я думаю, что ждёт детей огромная интересная работа и хороший такой мастер-класс, который будет длиться не одну смену. Это не просто одноразовые мастер-классы, это целая плеяда мастер-классов в разном направлении. Ну а итогом будет, конечно же, сам мюзикл, и премьера которого состоится в конце августа. Я думаю, что для города это огромное событие. И вчера было собрание для родителей, где я видела такие же горящие глаза родителей. Это интересно, потому что мы должны быть здесь единой командой. Не только дети и педагоги, но ещё и родители. Это наша поддержка, наша опора. Что в сценарии мюзикла? Самый интересный вопрос, который задают все. Трагедия. Как там у нас из классики? Трагедия, комедия. Вы знаете, я как композитор, который пишет для детей уже очень-очень много лет. И работаю с детьми. Я практик. И на примере своей вот этой творческой и педагогической деятельности я сталкивалась с вопросами, которые, наверное, волнуют и сейчас, и будут волновать и родителей, и детей. Вот есть моменты, когда просто дети хотят выразить себя, но им мешают родители в меру своих каких-то направлений, которые они, допустим, считают, это модно, или мне так хочется, или, допустим, свои какие-то мечты, не сбывшиеся, они хотят реализовать в детях. Это проблема. А у детей совершенно другое видение себя. И кто-то хочет, может быть, не петь, а рисовать, не рисовать, а танцевать. И вот здесь вот этот диалог и вот эти все примеры из жизни воплощены в этот мюзикл, в этот сценарий. Я хотела бы поднять эти вопросы и с шуткой, с иронией, с сарказмом показать все вот эти вот конфликтующие моменты. И, наверное... Вы ключевое слово произнесли. Это все-таки конфликт. Возможно, да. В основе это всего. Да, интрига. И, получается, мы должны найти компромисс. Вот есть ли он, этот компромисс, это будет ответом, вот этот мюзикл, как раз ответ на эти вопросы. Можно ли примирить вот эти спорные моменты действительно через понимание, через юмор, через какое-то сочувствие и понятие, принятие ребенка таким, какой он есть. Взрослых вообще в постановке нету? Есть. Только дети есть. Они появятся. Да. И дело в том, что здесь я затрагиваю не одно поколение. У нас идет несколько поколений, и вот эти все моменты мы плавно выводим на показ. Мы хотим все-таки сказать, что посмотрите друг в другу в глаза, загляните в души ребенка. А детям мы говорим, обратите внимание, что же все-таки хотят родители, и, может быть, где-то их нужно прислушаться к их совету, к их мудрому совету. И вот это все будет очень интересно, поверьте. А длительно ли по времени будет мюзикл? Должен быть полтора часа. Вау. Полтора часа. Да. Очень интересно. Нет, я думаю, что мы войдем без антракта. Час двадцать мы. Ну, я думаю, что это вот в районе этого времени. Почему? Потому что очень много ярких песен, интересных моментов игровых. И хочется, конечно, вот это очень большой проект. И это не делается, допустим, часто. Да, это уже делается один раз, но очень мощно. А где действие происходит? Или это не привязано ни к какому месту? Вот такие коварные вопросы вы задаете. Мы же практики, да, мы же хотим знать, где, как, во сколько. Если мы говорим о детях, конечно же, это и детская площадка, это и детская комната, это где угодно, потому что дети везде. Улица. Но город не обозначается? Любой город в этом мире. Это может быть любой город. Да, любой город, но, как правило, привязка идет к Кирову, потому что, поработав в составе жюри по приглашению как раз Эльвира Михайловны детской филармонии совсем недавно весной, я поняла, что действительно, работая даже в составе жюри, ощутила такую команду единомышленников и творческих людей. И не случайно, вот просто я оказалась здесь, в этом городе, в этом месте, я увидела огромное количество ярких, талантливых детей, которые желают, наверное, повысить свое творческое мастерство. И я с удовольствием согласилась, потому что мне это интересно. Эльвира, как вы на Жанну вышли? Вот как вы пригласили этого композитора сюда? Я-то когда читал, мне показалось, что Жанна наша непосредственно связана с городом. Нет, Жанна. Юрий у нас из Москвы. Из Москвы, да. А я на нее вышла очень просто. Я посмотрела, что у нас очень многие детки поют песни из ее репертуара. Просто-напросто. И путем уже там вопросов у людей, которые ко мне приезжали, мы вышли уже на Жанну Юрьевну, предложили ей приехать в гости пожирить. И когда мы с ней познакомились, я поняла, что это очень яркий, творческий человек. И у нее действительно великолепный багаж, который она может реализовать на наших детях. Я и сделала это предложение. Место, время вам показывают. 28 августа. Театр юного зрителя. Накануне 1 сентября. И это первая премьера, а потом премьеры 2 сентября и 6 сентября уже как продолжение. Тоже в тюзе. Да, все в тюзе. Возрастное ограничение не можем мы опять-таки не упомянуть. Ну, дети могут приходить от 5 и вся семья. Мне кажется, да, это больше семейный. Ноль плюс. Да, ноль плюс, можно сказать. Смело, да. Возрастное ограничение. Собираетесь ли вы гастролировать с этим мюзиклом? Потому что работа большая, действительно серьезная. Три показа, это немного. Это немного. Поэтому где вы планируете показывать этот мюзикл в дальнейшем? Возможно, гастроли по региону? Может быть, конкурсные какие-то программы? Ничего не исключаем, потому что все возможно в этой жизни. Возможно, ну, и близлежащие наши города, Адам Кирова-Чепец, Слободской, там есть сцены, там есть возможность выступить. Я придерживаюсь той позиции, что сначала надо начать, показать, делать, обкатать. Но в Кирове, я думаю, что тремя премьерами мы не обойдемся, потому что дети готовы выступать и хотят выступать, и такой колоссальный труд будет затрачен. Поэтому... Сейчас, да. Вопрос? Да. Хотелось бы сосредоточиться на подготовке, вы сказали, мастер-классы, которые будут продолжаться все лето. Расскажите, пожалуйста, о них. Что это за мастер-классы? В каком режиме ребята занимаются? Все-таки лето, жалко ребятишек-то каникулы. Мы не готовы к этому. Да, мы все лето... Вот говорят взрослые, я сказала. Нет, тут каждым ребенком, каждым родителям было все обговорено, мы вчера все это обсуждали. Да, у нас три сессии. Вот сейчас сессия с 18 по 29 у нас, получается, июня, потом с 16 по 26 июня, и с 6 августа и до премьер мы все работаем. Это все на базе детской филармонии? На базе детской филармонии. Дети разделены на четыре группы, то есть у них практически в чем-то индивидуальный подход, потому что их там по 12-13 человек в группе, да, и работаем с ними по направлениям вокал, хореографии, актерское мастерство. То есть сейчас первая сессия установочная, то есть мы работаем, учим всему этим, а зам привыкаем, чтобы у нас была команда, чтобы они слышали друг дружку. На второй сессии мы уже разбираем и роли, и начинаем работать уже более как бы над эпизодами, да. И третья сессия самая ударная, там уже просто безвывозно работаем. Я вот сейчас просто думаю все-таки о начале нашей программы, буквально у вас был большой конкурс, а как объявлялся этот конкурс, и откуда ребята в итоге пришли. Я знаю, что в детской филармонии много малышей занимается, и потом уже остаются такие звездочки, которые продолжают работать со своими педагогами. Мы с дочерью прошли через детскую филармонию, через школу развития в три года. Я помню, мы пришли. Я это хорошо все очень помню, понимаю. А вы откуда пришли дети в этот мюзикл? Расскажите. Дети пришли вообще очень разноплановые. После конкурса, как бы мы даже не задумывались сначала над этим мюзиклом, мы этот мюзикл как бы уже пришли где-то вот в апреле. Конкурс был в марте у нас, да. Мы поговорили в этом, в апреле мы решили, что надо. Было просто активное участие в социальных сетях, также мы поговорили с образовательными школами, с школами искусств. Но дети пришли, музыкальные школы, не только музыкальные школы, дети пришли как бы интересные, что они просто, им нравится петь, нравится танцевать. Расскажите про кого-нибудь. Давайте в жанру спросим. Да, интересно. Мальчик давал интервью вчера, да, вот у нас очень много было телевизионных СМИ, они приезжали, прямо снимали во время самого урока, репетиции. И было интересно, когда уже дети давали интервью за дверью кабинета, и мы вчера вот буквально просматривали, он говорит, я сам, вернее, как я сам подал заявку, а потом узнала об этом мама. И у мамы, говорит, очень было большое удивление, что как я там оказался и вообще в чём я участвую, что за проект. Поэтому дети вот здесь проявили какую-то активность. Сколько лет? Мачку у нас. Кирилл Двенадцатый. Да, подросток. Нет, причём очень интересно, что у нас был кастинг не вживой, а видеоотпор. Ролики нужно было отправить. Да, ролики отправляли, и дети самостоятельно без мамы всё решили, всё отправили. Да, очень интересно было смотреть, когда, допустим, ребёнок читает стихи на фоне дачи, потому что вот он решил, что на природе как раз ему будет комфортнее прочитать, может быть, как-то впечатлит. Или там, допустим, девочка едет в авто, тут у неё рядом маленькая сестра, и она пытается вот что-то рассказывать. Вот я еду по городу, она пытается изобразить вот себя такую расколонную. Блогеры. Да, вот понимаете, такие неожиданные повороты были на этом видео. И, конечно, интересно, но дети очень разные, поверьте. Мы с ними познакомимся. У нас даже есть предложение. Володь, правда? Конечно, да. Мы пригласим в программу «Открывашка», которая выходит у нас по воскресеньям. Мы обязательно накануне вашей премьеры пригласим ваших звёзд. Спасибо. С ними познакомимся и, может быть, даже продолжим сотрудничество. С удовольствием. Спасибо. Успехов вам больших. Надеемся, что встретимся ещё неоднократно в нашей студии. Итак, это проекция «Детям можно всё». Так, собственно, «Мюзикл» будет называться? Да. «Детям можно всё». И наши гости Эльвира Магасимьянова и Жанна Коломогорова. На этом завершается наша сегодняшняя программа. И премьера рубрики говорит Киров. И премьера рубрики говорит Киров. Спасибо. Всего доброго. Спасибо вам. Продолжение следует...